Здравствуйте, 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 коллеги! С вами вновь Роман Душкин. Это криптошпаргалки, которые показывают вам всем всякие штуки в криптоэкономике, которая основана на распределенных реестрах в народе, именуемых блокчейнами. И все это составляет одну из сквозных технологий цифровой экономики, что очень важно в сегодняшнее время, поскольку цифровая экономика принята в качестве стратегического развития общества во всех самых главных государствах этого мира. Так что сегодня мы продолжим изучать различные атаки, которые можно провести на блокчейны, и мы будем делать это еще несколько видео шпаргалок, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, не грожу пальцем, подписывайтесь, зовите друзей подписываться, и вот это вот все. Тема сегодняшнего рассмотрения – DDoS-атаки. Дидос-атака. Опять же, для пилинговых сетей, да вообще для любых сетей, DDoS-атака – это обычное явление, и сегодня достаточно много средств от защиты от нее, но когда впервые люди столкнулись с этим явлением, были очень обескуражены, и не понимали, что происходит. Что такое DDoS-атака? Давайте рассмотрим, что такое DDoS-атака. DDoS – это Denied of Service. То есть отказ в обслуживании. Однажды я сам подвергся такой атаке, она была такая класса флут, и произошел шло, что когда-то давным-давно, это, по-моему, был еще 1996 или 2007 год, то есть еще в прошлом веке, у меня был почтовый ящик, один из первых моих почтовых ящиков на таком сервисе, как USA.net. USA.net. Так вот, у меня там был, значит, адрес, я уже даже забыл, какой он был, и я с кем-то подцапался в интернете. Ну, бывает такое, что в интернете же всегда кто-то неправ, нужно обязательно свою точку зрения выставить. Вот, и этот человек тоже на меня обиделся, и мне вот на этот почтовый ящик прислал несколько десятков тысяч писем. Вот он одновременно взял, а он был админом какой-то компании. Значит, скажем, 10-к писем он прислал, однотипных. И у меня почтовый ящик зафудило, то есть полностью закрыл. Я не мог им пользоваться, потому что он переполнился. Я заходил туда, вот, пытался вычистить. Короче, пришлось мне его, по-моему, то ли закрыть, то ли я написал в администрацию этого USA.net с другого какого-то адреса, и мне быстро там его почистили. Но в итоге, что получилось? Вот этот человек поплатился за свою вот эту штуку, потому что я вычислил его по IP. Да, такое возможно. Я узнал, где он работает, позвонил в компанию, где он работает, и руководству рассказал, как он при помощи служебных компьютеров устроил на меня DOS. Это был именно DOS, не DDoS, а DOS. DINYTED SERVICE. Почему? Потому что он с одного своего компьютера устроил массовый клуб на другой мой компьютер. Вот, это DOS. И вот этот компьютер, жертва, он как бы перестает работать, потому что он принимает огромное количество запросов в единицу времени и не справляется с ним. Вот это и заключается сущность DOS. Что такое DDoS? Это DISTRIBUTED DOS. То есть, DISTRIBUTED DENYTED SERVICE. Что это здесь за буква такая? Я такую не писал. DISTRIBUTED DENYTED SERVICE. То есть, распределенная атака, распределенный отказ от службы. И она устраивается примерно так же. Вот у вас есть компьютер-жертва с дисководом 5 дюймов. И против него работает так называемый BOTNET. BOTNET, который может составлять, может содержать сотни тысяч компьютеров, миллионы компьютеров по всему миру. И все они шлют в этот несчастный компьютер-жертву свои запросы. Причем шлют постоянно, ежесекундно, в секунду много запросов. И все они управляются при помощи компьютера злоумышленника. Вот он злоумышленник Ева. Они все, значит, с него управляются. И это вот зомби-сеть, она называется. Вот эти компьютеры, они называются ZOMBI.NET или BOTNET. Они обычно делаются, из чего они делаются? Из ваших компьютеров, если вы не занимаетесь кибернетической гигиеной, не предохраняетесь от вирусов, то у вас на компьютере могут быть вирусы, которые включают ваш компьютер вот в такую ZOMBI.NET, и он занимается, дистрибьютор DOS'ами на неугодные кому-нибудь узлы, компьютеры, компьютеры-жертвы, и вы даже об этом не знаете. Вот такое, вот так вот оно бывает, и в интернете большое количество решений предлагается. Да можно просто найти, скачать, как организовать вот этот самый BOTNET из компьютеров, распространить вирусы, там, заразить компьютеры своих друзей и так далее, или самостоятельно, там, если вы, допустим, админ Министерства обороны США, вы можете развернуть на всей группировке компьютеров Министерства США свой BOTNET и кого-нибудь атаковать. Возможно. Вот так устроен DDoS, DDoS-атака, и, собственно, компьютер-жертва просто перестает отвечать, если он не защищен. Ну, конечно, защититься от этого очень легко сегодня, и там большое количество защиты, инструментов защиты уже реализовано. Можно сказать, что там какая-нибудь капча, это такой первый уровень защиты от подобных атак, но, конечно же, это не так, поскольку атака проводится на более низких протоколах TCP, IP, то есть мы не, вот эти вот компьютеры-зомби, они не пытаются делать какие-то действия, они просто забивают канал в компьютер, он перестает работать. Как с этим борются в блокчейнах? Значит, блокчейны, у меня практически не осталось места для рисования. Вот здесь есть блокчейн. Да, в общем-то, никак не борются, поскольку сама сеть блокчейн, она представляет собой пиринговую сеть, распределенную. И заблокировать дидосом один компьютер, вот этот, ну и что? Ну вот он, у него отрубятся вот эти вот связи, но вся остальная сеть будет работать. И, собственно, чем больше в блокчейне узлов, которые занимаются майнингом или валидацией или поржингом и так далее, тем труднее злоумышленнику задидосить эту сеть. Он может задидосить там ваш конкретный терминал, который подключен там к холодный кошелек, например, который подключен к конкретному узлу. Вот этот терминал можно задидосить. Но конкретный узел, то есть он может задидосить вот этот, вот этот вы там потеряете, конкретно вы потеряете связь сетью. Но вся сеть, она намного устойчивее, чем отдельные компьютера. И чтобы задидосить все узлы сети, требуются огромные вычислительные мощности, огромные ботнеты, которые собраны из компьютеров всего мира, и, собственно, огромные деньги для того, чтобы это сделать. У кого есть такие ресурсы, я не знаю. И кому было бы это нужно, я, в общем-то, тоже не знаю. Но могу догадываться. Так, ну что ж, на этом все. Я рассказал, что такое атака DDoS или Distributed Denital Service. Надеюсь, было понятно и интересно. Я рассказал такую историю из своей жизни. Ну, на этом все, я полагаю. Пишите комментарии, насколько вам понравилось или что-то непонятное, я постараюсь ответить. Ставьте лайк, звоните в колокольчик, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok